Ииии всем привет ребят, с вами мистер Ваньки и сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик у нас будет игрового формата и посвящен он будет той самой пушке и тому устройству, которое у нас было в втором мартовском челлендже. Наконец-таки у меня появилось время и мы вместе с вами можем сегодня полноценно рассмотреть данное устройство. Ну и я думаю, что ветерана мы тоже поменяем, возьмем ту краску, которую у нас в видеороликах еще до этого момента не было, поэтому такое красивое сочетание Викинга, Лего Си и Фриза Эксти. Еще и на фриз мы можем взять красивое кислотное ядовитое свечение. Отправимся в бой, отправимся рассматривать данное устройство. Я его тестил довольно-таки давно, не на своем основном аккаунте, в связи с тем, что у меня оно появилось только по окончанию этого челленджа. Ну и что касаемо режимов, сегодня я думаю, что стоит потестить непосредственно в осаде. Ну и вторым режимом пусть будут контроль точек. Я считаю, что это те два режима, где самая большая вероятность встретить титанов в большом количестве. И постараться там уже реализовать на максимум устройство с пробитием. Посмотреть, насколько эффективно это работает, посмотреть, насколько большое количество очков можно за это все дело заработать. Мне лично этот момент интересен. Надеюсь, что и вы поддержите данный видеоролик лайком. Ну и напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть после данного видеоролика, видеоролик на Хопера Фризе, где я покажу немножко другую тактику реализации данного замечательного устройства. Как по мне, это устройство является одним из самых лучших на Фриз. В связи с тем, что здесь можно очень грамотно и эффективно его использовать и по резистам, и по куполу, да, и по вообще всем тем танкам, которые не имеют иммунитет от пробития. Единственная проблема в том, что баллон заканчивается очень-очень быстро, и вы с ним не можете убить большое количество оппонента прям сразу. Но зато вы можете наносить потихонечку пробитие, ваши тиммейты будут бить уже по танку без резиста и без брони. Это работает очень эффективно, и я считаю, что в большинстве случаев именно вы можете не сами только зарабатывать дополнительно очки. Я возьму сейчас иммунитет от пробития, потому что там магнум жесткий. Не сами только можете зарабатывать, но еще и дополнительно ваши тиммейты могут тоже вам помогать. К слову, насчет дрона, сегодня мы используем защитник. Дефолтный дрон для викинга фреза, бустеры использовать я не вижу никакого смысла, поэтому используем вот такую вот комбиночку. Ну и по резисту там 22, как всегда по дефолту. Был первый купол от противника, но, к сожалению, быстро его уничтожили хантером, поэтому мне не пришлось реализовывать грамотно. Но сейчас по киллам очень неплохо идет, 8 киллов я уже даю, да и противник сливается тоже очень быстро, это не может не радовать. Надеюсь, что сейчас будет шанс отбора данной точки. Ну и вот, например, в такой ситуации лучше, конечно, прожать овердрайв, контролить точку, не давать противнику заехать. И вот в последние секунды под реализацию викинга в такой тайминг точно нужно было жать овер, нельзя было здесь просто игнорировать эту ситуацию. Ну и уже вести 1-0 комфортно за 4.30 до конца. Я считаю, что это очень даже то, что нам было необходимо. Я проверил звук, а тут вдруг звука сейчас бы не было бы. Я бы сейчас в таком телтище сидел. Так, у нас слева точка. Хорошая позиция у меня имеется. Можно, наверное, даже уничтожить данного молодого человека. Что касаемо урона, спросите вы меня, да, насколько эффективен данный фриз, наносит ли он больше урона, нежели фриз, например, с тем же самым адреналином. Я вам скажу так. Урона он наносит больше за счет того, что он снимает полностью броню по противнику, когда дамажит, и против резистов, и без резистов все равно этот фриз лучше. Единственная проблема это то, что баллонов у него меньше. Но я думаю, что это компенсируется тем, что вы можете уничтожить оппонента быстрее. Ну и вообще в целом реализовать очень грамотно этот фриз. Поэтому, когда я его тестировал где-то месяца 2-3 назад на своем втором аккаунте, уже тогда я говорил, что это одно из лучших устройств вообще в принципе на пробитии. И когда его сейчас нам дали в челлендж, я для себя понимаю, что в боях этих устройств будет много, и уже намного чаще придется использовать иммунитеты от пробития, которые у меня, к слову, имеются. Так, нельзя сейчас отдавать здесь точку, поэтому стараемся делать накидку по оппоненту, и да, скручивать точку. Это самое главное, что нам здесь надо. Плохо, что сверху контролится она. За счет этого противник может даже не падать вниз, контролировать точку. Ну вот, например, в очередной раз у меня иммунитет от пробития спасает меня, например, от овердрайва, который бы наносил мне очень неприятное пробитие на довольно длительный период времени. 310 очков. Точка почти под захватом. Я, конечно, до нее... А, нет, могу успеть. Могу успеть. Успеваю. Это очень хорошо. Ну и сейчас было бы неплохо, если бы этот вазпик слился. Раскачку пытаемся по нему накинуть. Надо, надо, надо урон давать. Надо урон давать. Нельзя дать жить там, типа... Ой-ой-ой, очень плохо. Очень плохо, я еще и овердрайв трачу. Если сейчас наши тиммейты сольются, то это будет минус точка. Рез максимально плохой, а это был почти захват. Всего лишь все, что мне нужно было сделать, поехать наверх. За 2 минуты, 2-0, это была бы 100% победная катка. Но вот сейчас придется потеть. Я не знаю, насколько жестко мне сейчас удастся здесь подконтролить точку, но мне надо выиграть как минимум пару десятку секунд, дабы мои тиммейты здесь уже потом в дальнейшем подпраховали меня. Ну и вот эта вот ключевая позиция сверху. Возможно, стоит сейчас с респа остаться там, если меня сейчас уничтожат. Дабы противник не смог контролировать эту позицию. И, возможно, нам удастся тогда вторую точку захватить. Либо сейчас можно самому подняться по-быстрому. Ну ладно, меня уничтожает. Поэтому едем сразу туда, становимся на ключевую позицию. Ну и как минимум не даем противнику выиграть. Не даем выиграть. Наша точка под контролем. Скорее всего, сейчас, да, ее скрутят. Но главное просто стоять здесь сверху. И стараться не давать законтролить позицию. Овердрайв у меня тоже имеется. Соответственно, если типы будет здесь на давление сильно падать, то у меня будет отличный шанс, дабы не дать им подконтролить эту точку. Можно было бы сейчас запушить, можно было бы дать еще плюс 2 кила смело. Но я лучше постою на верочку по контролю точку, нежели сейчас рискну. И в дальнейшем мы бы сейчас потеряли бы, противник бы нас нагнул. Вот так, 20 секунд на скрутке. Шансов очень, очень, очень мало на то, что ребята вообще в принципе успеют захватить точку. Если сейчас я еще прыгну, а может... Ну ладно, давайте лучше прыгну. Надо мажить побольше. То это бесшансовое, да? Ну и вот видите пробитие, которое полностью игнорирует купол. Очень эффективная работа. Мне нравится безумно, как это все действие производится. И 17 киллов это явно не то, что можно делать с таким вооружением. Можно делать намного, намного больше. Но с точки зрения именно данного боя, большего количества киллов и мне не нужно было делать. Ну и у меня там пару моментов возможности не было дамажить. Надо было просто подконтроливать точечку больше. Все исключительно на победку. Поэтому как бы это нормальный, нормальный стандартный результат. Второй режим, как я уже сказал, это контроль точек. Посмотрим, что у нас будет здесь. Очередная катка 6 на 6. Плато. Хороший бой. Ну и посмотрим, как здесь будет вообще все это дело реализовываться. И здесь я думаю, что можно больше с агрессией поиграть. Все-таки это контроль точек. И после контроля точек можно, если наши тиммейты будут грамотно отыгрывать, можно будет где-нибудь постоять примерно вот на такой позиции. И на постоянной основе покидать урон. Единственная проблема это то, что у меня все-таки, наверное, не всегда будет хватать баллону. Ну ладно, ничего страшного. Три кила уже есть. Три точки под нашим контролем. Соответственно, можно сейчас отправиться на давление направо. Это самая ближайшая точка, можно так сказать, к противнику. Которую они попытаются подбирать. Но пока наш титан уверенно себя чувствует, я, наверное, могу еще дальше подавить. Противник там что-то как-то выходит, заходит. Непонятно, что происходит. Но вот так вот под контролем, если держать, конечно, все будет получаться очень даже круто. Единственный минус, который вы, например, можете мне сообщить и сказать, что этот фриз хуже, чем адреналин. Это если, например, вы обратите внимание на то, что если противник не имеет брони. Да, вот, например, тайминг, он не будет иметь броню. То, понятное дело, что с адреналином тем же вы будете... Ну, без резиста противник и без... Без брони. На адреналине вы, понятное дело, солете быстрее оппонента. Ну, если есть резист или броня, что чаще всего происходит в матчмейкинге в любом, то, понятное дело, что этот фриз будет наносить по ДПМу намного больше урона. Так, наконец-то противник начинает играть. Это не может меня не радовать. Попробуем сейчас не отдать точки. Быстро уничтожаем одного. Ну и как вспомогающее устройство тоже вы видите, что сейчас я, например, наносил пробитие. Твинс очень быстро уничтожал противника. Это прям то, что нам надо всегда. То, что нам надо всегда. И наличие такого фриза в любой команде, я думаю, что будет только поощряться. И будет только приносить пользу игрокам, которые будут играть за вас. Ну и вам в том числе, да. Если бы еще, например, за пробитие бы давали бы дополнительные очки, я думаю, что было бы просто бомбически. Но, к сожалению, такой возможности нет. И такого дела не дают. Но, с другой стороны, и без этого можно себя довольно грамотно реализовывать и показывать. Возможно, викинг не самый лучший корпус для данного фриза. Как я уже сказал, что можно очень грамотно использовать фриза с хоппером. Возможно, будут следующие тесты, если вам подобная пушка интересна. Вы хотели бы увидеть большее количество реализаций и комбинаций, и режимов по игре на ней. Все-таки для меня продувы это те пушки, которые я любитель использовать на постоянной основе. И они мне интересны больше всего в этой игре. Будь то жига, будь то фриз. Поэтому я с удовольствием запишу, если вы... Просто напишите в комментариях, что вы бы хотели бы увидеть. Вы хотели бы увидеть коппер. Это точно то, что надо показать в ближайшее время. Ну, а что касаемо других реализаций комбин, есть тоже пару заготовок, наработок, которые у меня есть в голове. Которые можно тоже грамотно реализовать. Что касаемо данного боя, довольно простой оказался. За 3 минуты до конца мы ведем 27 на 9. Я думаю, что здесь бесшансовое уже для противника. Единственное, что сейчас противник контролит точку С. И я бы, наверное, в свою очередь мог бы как-то грамотно заехать, забрать ее. Но давайте попробуем с овердрайва чуть побольше урона накинуть. 16 килов. В принципе, за чуть больше половины боя это очень неплохой результат. Но почему наши тиммейты не поедут, не заберут точку С? Ведь там даже панента нет. Могли бы спокойно забрать, а я бы сейчас бы, например, забрал бы точку Б. И, ну да, забрал. Что по точкам, друзья? Как забираются? Нормально? Я считаю, великолепно. Великолепно забираю точки. Профессионал по забору точек. И если что, пишите. Пишите мне в личку, я вас научу. Как забирать грамотно точки. Так, 2 минуты до конца. Бэшечку забрали. Ну и что, тиммейт поедет теперь забирать? Ладно, я тебя лучше сам. Поеду заберу. Поеду заберу. На верочку. Сейчас центр не отдадим. В ходу камбэчная подъезжает от противника. Они не готовы здесь сдаваться. Но тем будет интереснее концовка этого боя. И заодно посмотрим, сколько... А, нет. Хотел сказать, сколько мы за полный бой набьем киллов. Ну. 18 киллов. Там полторы минуты до конца еще было. Это, соответственно, можно было набить где-то около 25. Вот такая интересная комбина, которую я бы вам советовал бы потестировать. В связи с тем, что... Я уверен, что викинг есть у многих. Фриз. Кто челлендж выполняет, получил. Поэтому тестируйте, смотрите. Я для себя викинг. Фриз. Представляю в каком-то таком ключе. С такой реализацией. Ну и... Если у вас при таком раскладе, например, в группе будет... Ореса пулик с поджогом. Либо гаус с отключением расходки. И фриз с таким пробитием. То вы получите максимально грамотную и качественную реализацию данных вооружений. И, возможно, фриз покажет себя еще жестче и еще лучше в данных двух форматах. Так точно. Да. Это осада и это контроль точек. Что касаемо других режимов. То, я думаю, что лучше все-таки и целесобральнее использовать другой корпус на фризе. И его, я думаю, что мы в ближайшее время, если вам это интересно, конечно же, преддемонстрируем. У меня, друзья, на этом все. Обязательно не забывайте поддерживать видеоролик лайком. Подписываться на канал, если вы еще вдруг этого не сделали. С вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.